Жители Уральска призывают присоединиться к спасению города от возможного затопления. Но уже сейчас горожане активно участвуют в возведении дамб. Одни наполняют мешки песком, другие укладывают их в местах возможного подтопления. Третьи несут продукты и воду, чтобы накормить работающих. Как уральцы объединились в борьбе с паводком? Материале Ирины Морозовой. Словно муравейник, так сейчас выглядит полигон на окраине Уральска. Около 500 человек наполняют мешки песком, ловко орудуют лопатами, закидывают мешки на погрузчик. А отсюда грузовики повезут их по всему городу. Здесь и служащие по грандчасти, и работники предприятий, и просто горожане, которые не смогли остаться в стороне. На вопрос, почему пришли, отвечают практически одинаково. Город-то наш общий. Везде в социальных сетях, везде же говорят, что вода придет, надо укрепляться, работать надо, в общем, сила нужна. Вот и решили сегодня всех поддержать, весь город. Но мне совесть не позволяет дома лежать. Или там работать, или таксовать. Вот из-за этого пришел сюда. Среди песчаных насыпей вдруг ощущаем едва уловимый аппетитный аромат. Оказывается, здесь же, за забором, в огромном казане готовится плов. Пекут бурсаки, работают быстро и слаженно. За несколько часов беспрерывной работы, говорят, уже приноровились. Да, руки уже не слушаются. Ну и что, справимся? Добровольцы повара объясняют, ворочать мешки не все могут. Зато накормить людей запросто. В своем обществе рыболовов и охотников кинули клич. Подумали, чем могут помочь. А потом желающие собрали деньги, закупили продукты и организовали полевую кухню. Каждый помогает, чем может. Морковку почистили, лук почистили, мясо порезали, чтобы с утра легче было готовить. Работа кипит практически по всему городу. В соседнем Оренбурге, который выше по течению, Урал перевалил за рекордные 10 метров. Если эта вода дойдет до Уральска, нам придется туго. Поэтому то тут, то там каждый день появляются новые дамбы. Зеленой змейкой растягиваясь по городским улицам. Геодезисты определили несколько самых низких точек Уральска, откуда может начаться затопление города, если придет большая вода. Именно в этих местах сейчас и возводятся самодельные дамбы из самого доступного материала – мешков с песком. И здесь работают местные заводчане, присоединяются студенты и волонтеры. А городские шашлычники бесплатно кормят всех в обед. Нависшая угроза удивительным образом объединяет уральцев, готовых отстаивать свой город даже у стихии. Ирина Морозова, Андрей Сембирев, КТК, Уральск.